Каждую секунду пользователи включают на Яндекс.Музыке примерно 7000 треков, а на кинопоиске примерно 400 фильмов. Это гигантский объем данных, которые надо передать на разные устройства – смартфоны, компьютеры, телевизоры, колонки. В этой серии Як-2022 вы узнаете, как найти баланс между весом и качеством. А еще вам расскажут, как «Моя волна» помогает открывать новую музыку, чтобы в тему сердечко и настояста. Мы сделали в каком-то смысле новый подход к музыкальным рекомендациям. Нас интересовали пользователи, которые знают что-то про какую-то редкоту. Вообще подписка – это долгосрочное отношение. Это примерно как пожениться. Здесь проверяется техническое качество всех наших оригинусов. Там большой палец у ребят накачан похлеще, чем, наверное, инстаграмщиков, которые свайпают. Телевизоры, LG, Samsung, Android TV, Apple TV, Sony PlayStation, iOS, Alisa. Никаких сетей не хватит для того, чтобы весь этот контент до пользователей передавать. Вообще подписка – это и вообще подписной бизнес. Это, в принципе, такая очень долгосрочная история, и это долгосрочное отношение. Если представить себе какой-то бизнес, ну, не знаю, где какие-то отдельные покупки человек совершает. Он пришел, совершил покупку, ушел, в принципе, бизнес уже там что-то заработал. Ну и как бы и неважно, придет он опять этот человек или нет. А подписка – это это примерно как пожениться. А я думала, что подписка – это контент в музыке и кинопоиске, опции от партнеров, возможность зарабатывать и тратить кэшбэк в баллах. То есть задача не просто пожениться, а задача – жить долго и счастливо 50 лет. Чтобы работать с медиа, надо быть, мы это называем, наверное, широколапостью. Нужно знать кучу технологий, языков программирования и прочих вариантов обработки, доставки, протоколов и так далее. Сейчас в Плюсе почти 16 миллионов подписчиков. За последний месяц 220 миллионов часов они провели за просмотром кино и другого контента, который на кинопоиске есть. И больше 300 миллионов часов слушают музыку, подкасты и книги. Суммарно, стриминг медиа, то есть стриминг музыки в Яндекс.Музыке, стриминг видео в кинопоиске около 75%, то есть три четверти трафика Яндекса. Я тоже занимаю часть трафика. А вообще, трафик Яндекса – это вся информация, которая передается между серверами компании и устройствами пользователей. Перед нами стоит задача снижать объемы трафика при сохранении качества медийного контента, который человек получает. Кинопоиск и музыка растут примерно вузначными цифрами, прирастают ежегодно. И если так пойдет дальше, никаких сетей не хватит для того, чтобы весь этот контент до пользователей передавать. В конечном итоге просто все сети будут перегружены вообще в стране. Все начинается с того, что мы получаем видео и звук от правообладателей. Они занимают очень большой объем. Одна серия нулевого пациента весит примерно 400 гигов. Соответственно, на пакете в 30 гигабайт мобильного интернета можно посмотреть только 3-4 минуты этой серии. В таком качестве мы отдать не можем. У нас внутри существует много алгоритмов, много систем, которые занимаются уменьшением объема медиа-данных. Как мы оптимизируем трафик кинопоиска? К примеру, сериал. К примеру, нулевой пациент. График качества. Вот это у нас будет время. Это время. А это битрейт. Количество бит в секунду. И если мы смотрим качество, к примеру, в Full HD, то его битрейт на протяжении всего сериала — это ноль времени. Это, к примеру, 40 минут. Сериал длится 40 минут. Был в районе 6 мегабит в секунду. Мега-бит в секунду. Постоянно, все время вам нужен интернет. 6 мегабит в секунду, чтобы посмотреть весь сериал. От нуля, соответственно, до 40 минут. Но в сериале есть разные сцены. Где-то кто-то разговаривает, где-то кто-то бежит. Мы сделали систему, которая позволяет вот это видео целиковое разбить на кусочки. Нам небольшие отрезочки длиной по несколько минут. Эти кусочки отправляются в облако Яндекса, вычислительное. Оно называется у нас Нирвана. Для каждого кусочка наш алгоритм выбирает наилучший баланс между битрейтом и качеством. Если в кадре было много движения, битрейт будет близок к 6 мегабитам в секунду. Если в кадре было мало движения, битрейт будет меньше. К примеру, вначале идут какие-то открывающие заставки, битрейт будет маленьким. Потом сразу люди общаются, битрейт будет уже побольше. Потом начался какой-нибудь короткий экшен, битрейт будет самым высоким. К примеру, серия весила полтора гигабайта. После оптимизации она весит примерно гигабайт. Каждый человек, который сейчас смотрит фильмы и сериалы на кинопоиске, потратит в среднем на 30% меньше трафика, чем полгода назад. Мы сделали все, что смогли. Лично для меня, да, это технологический прорыв кинопоиска и вообще все наши стриминговые платформы. Такого раньше в России не делал никто абсолютно. И в мире по пальцам посчитать, кто это делает. И это все закрытые технологии, то есть нельзя просто взять и купить. Вот так вот. В любом таком сервисе есть задачи, которые нужно решать. Первое – это, собственно, передача изображения или аудио до пользователя с учетом устройства пользователя. А устройств пользователя, как известно, может быть масса. Телевизоры LG, Samsung, Android TV, приставки Android TV, Apple TV, две Sony PlayStation, iOS, iOS-планшеты, Alisa, модуль. В среднем у каждого пользователя примерно 2-3 разных устройства. Одна из сложностей – это развивать продукт одновременно на всех этих платформах одинаково так, чтобы у человека, который этим пользуется, не возникало какого-то диссонанса с тем, что вот в одной комнате у него была какая-то функция, а в другой комнате у него на другом телевизоре уже нет этой функции. Для этого у нас есть отдельный отдел тестирования, и в этом отделе тестирования собраны целые стены, увешанные телевизорами, и стоят шкафы, набитые мобильниками и планшетами. И при каждом релизе новой версии приложения оно тестируется и автоматически, вручную, и на всех возможных устройствах. Да, это делают специальные люди, специальная команда тестирования. Да, основная их работа – действительно смотреть кинопоиск. Это наша тестовая комната для тестирования клиентских приложений кинопоиска, чтобы все везде работало одинаково хорошо. У нас есть целая гора пультов, знаете, как на блошином рынке, наверное. То есть раньше команда тестирования вручную прокликивала весь функционал приложения на каждом устройстве. Там большой палец у ребят накачан был похлеще, чем, наверное, инстаграмщиков, которые свайпают. И в какой-то момент мы сделали систему автоматического тестирования. Эта система прокликивает и собирает статистику сама, и мы видим, что где не работает. Самая была проблема – мы релизились, наверное, не чаще раз в неделю. Очень много времени, почти неделю занимало тестирование. Сейчас мы можем релизиться несколько раз в неделю, вплоть до, на самом деле, какие-то хотфиксы могут хоть каждый день выкатываться. Это все можно проверять, в том числе удаленно, почти не находясь здесь. Аналогов системы автоматического тестирования мы не знаем. В России гарантированно, в мире об этом публично никто не заявляет. Может быть, они есть, но такого, чтобы прям люди рассказали об этом открыто, я не видел. Мы находимся в помещении технического контроля плюс студии. Здесь проверяется техническое качество всех наших оригиналсов. Оригиналс – это сериалы производства Кинопоиска. Здесь стоит специальное контрольно-измерительное оборудование, мониторы, калиброванные специальные аудиосистемы. Вокруг меня вот эти штуки на стенах – это колонки, штуки в потолке – это тоже колонки. Тут проверяется на синхронизацию дорожек, на то, чтобы расположение аудиоканала было правильным, чтобы звук был правильно позиционирован. Стремимся, чтобы российский контент не отличался от зарубежного, чтобы пользователь не видел технические разницы. Мы просим проводить тесты оборудования, тесты камер до начала съемок. Там бывают камеры с бракованными матрицами. Лупу дайте. Вот она. Это называется битый пиксель. Это неприятно, как будто это такой прям явный дефект. Даже так классно попало. Стараемся находить их, отлавливать, просить, исправить. И можем забраковать камеру и попросить заменить ее, чтобы на эту камеру не снимали вообще. На самом деле не только картинка важна. Картинка – это результат работы всего сервиса. Пользитель, который сидит на диване и смотрит кинчик, ему абсолютно вообще все равно, что пошло не так. Ему важно прийти домой и расслабиться. Для того, чтобы сервис был классным, есть два основных направления. Первое направление – это контент. Второе направление – это технологические преимущества. Это все то, что происходит за нажатием на кнопку «плей». Это весь тот объем технологий, который позволяет мгновенно стартовать видео. Без шовное, без задержек его смотреть. Есть везде выбор озвучки. Я посчитал, что на «Кинопоиске» больше, чем 110 студий озвучки. Только российских, не говоря уже о переводах на другие языки. Есть система, мы ее называем «Скипы». Она позволяет пропускать титры и пропускать заставки. Все сериалы с одинаковой заставкой, с одинаковыми титрами. Можно это по клику или в автоматическом режиме пропустить. Есть замечательная штука, которая называется «Дипдайв». Поистине уникальная технология для Яндекса. Она позволяет при постановке на паузу понять, что это за актер, и посмотреть информацию какую-то по этому актеру. Человеку для того, чтобы начать что-то смотреть, он должен знать, что он хочет смотреть. И здесь нам, конечно, помогают технологии, связанные с рекомендациями и с персонализацией. Так, чтобы под каждого человека построить такой либо музыкальный поток, либо витрину онлайн-кинотеатра, которая позволит ему очень быстро перейти, собственно, к тому, зачем он пришел на сервис. Несмотря на то, что каждый музыкальный сервис и, кстати, и видеосервис может говорить о том, что у нас есть персональные рекомендации, важно не то, что они есть или их нет, а то, на какие факторы ты ориентируешься и то, как ты это делаешь. В задаче музыкальных рекомендаций есть две крайности. Ставить что-то знакомое, надежное, проверенное, с одной стороны, и с другой стороны рисковать и периодически пытаться найти что-то незнакомое, удивительное для пользователя. Возможно, одно из важнейших свойств для вот этого ощущения классности, для ощущения волшебства – это правильный баланс между этими двумя областями. Мы часто используем термин «серендипность» – это такое вот ощущение приятного открытия, новизны какой-то. От английского «серендипити» – счастливая способность находить что-то, приносящее удовольствие или радость, чего специально не искал. Наши усилия были в первую очередь направлены на создание вот этого, прежде всего, эмоционального состояния у пользователя, которое бы было связано именно вот «вау!» вот как я мог до этого без этого трека жить. В первую очередь хотелось именно создать такую вот точку интереса в будущем, чтобы мне захотелось снова услышать мою волну, чтобы повторить или создать ощущение открытия чего-то нового. У нас вообще на сервисе 80 миллионов треков. В активной ротации находится, ну, дай бог, миллион, то есть те, которые слушают более-менее регулярно. А все остальное – это, на самом деле, очень часто весьма хорошая музыка, но она просто вот так сложилась, что недополучает своих слушателей. Нас интересовали пользователи, которые знают что-то про какую-то редкоту, разбираются в каких-то треках, про которые мало кто еще знает. И если обучиться на множестве таких пользователей, то модель, которая в результате получится, она как раз будет специализироваться на редких треках. И это нам позволит вытягивать всякую годноту вот из залежей в длинном хвосте хороших, но недооцененных треков. Еще мы продолжили экспериментировать с так называемыми стахастическими дебайонизаторами. В музыке есть несколько ручных правил, которые позволяют не делать рекомендательной системе слишком грубые ошибки. Допустим, мы запрещаем ставить два лайкнутых трека подряд, ну, потому что это как-то скучновато. На ручных правилах это работает не очень хорошо. Мы придумали такую систему, которая позволяет специальным образом перекашивать рекомендации в сторону более редких треков путем подбрасывания монетки, но монетки не случайной, а смещенной в специальную область, которая нас интересует. Монетка выпадает тем чаще одной стороной, чем более знаком мне этот трек. В этом и заключается суть этих стахастических дебайонизаторов, что мы специальным образом статистику распределения треков, рекомендационных потоки изменяем так, чтобы вот слишком заслушанных треков было бы поменьше, но при этом они бы достаточно рандомно все-таки ставились для того, чтобы это было для меня непредсказуемо. К нам из области Nature Language Processing пришла классическая модель, которая оценивает то, насколько слова синонимичны по их контексту. Мы можем музыкальный поток рассматривать как точно такой же текст, то есть наши треки – это слова, а поток моей волны – это наш текст, который как бы читает пользователь. Мы можем обучить на этом потоке модель, которая будет оценивать взаимную близость треков на коротком контексте. Она позволяет нам находить треки, которые хорошо сочетаются именно вот здесь и сейчас. Не вообще, что мне нравится потенциально, а именно сейчас, зная, что вот предыдущий трек был таким, какой следующий трек после него будет хорошим продолжением? Нейросети и вообще написание музыки компьютером – это, конечно, не то, что в этом году появилось. В общем, это достаточно давно есть область. Есть некоторые ситуации, в которых обычная музыка, написанная людьми, не совсем подходит. Например, в одном из районов Дубая, тот, кто занимается развитием этого района, хочет сделать саунд-дизайн района. Это когда ты, ну не знаю, ты гуляешь по скверу, вот у тебя звучит какая-то музыка. И примерно такая же музыка, но неровно та же самая звучит, например, не знаю, в торговых центрах, где-то в зданиях, в общественных каких-то пространствах. И нейромузыка хорошо подходит для таких как раз ситуаций. Исходная идея состояла в том, чтобы решить вот такие две очень специфичные задачи. Это либо концентрация, фокусировка, либо же, наоборот, расслабление и фоновое слушание. И действительно, когда ты, например, программируешь, тебе хочется вот войти в это ощущение потока, и нейромузыка, по отзывам некоторых пользователей, кажется, это может довольно-таки эффективно делать. Не то, чтобы вот машина написала все от начала до конца, но она понимает, как правильно комбинировать те или иные паттерны. В этом ее основная вот задача. Все то, что мы задумываем, оно дальше происходит. Это, конечно, огромное удовольствие приносит. У нас вообще какие-то грандиозные планы до следующий год. Есть такое понятие — это бэклог. Это список задач, которые хочется сделать, но до которых просто еще не дошло время. Мы пробуем различные новые виды контента. Например, вот за этот год в музыке появились аудиокниги. В Яндекс.Музыке сейчас уже больше 15 тысяч аудиокниг. Это уже очень большой сценарий, которым пользуется огромное количество подписчиков. Или, например, в кинопоиске появились спортивные трансляции. Бэклог моей команды — более 200 задач разных. Это не мелкие, это крупные какие-то истории. Что-то делаем в экспериментах, и это получается. И это становится уже нормой жизни для всех зрителей кинопоиска и слушателей музыки. Довольно интересно. Ну, хотелось бы чуть-чуть по драйвове гитарку. Кажется, по заказу. Канадский Канадский